Друзья, добрый день! Мы начинаем эфир программы «Торгуем с FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Татьяна Лейко. Татьяна, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, ребята! Подскажите нам, чем нам сегодня лучше всего поторговать? Сейчас заглянем в экономический календарь, посмотрим, что сегодня будет на повестке дня. Хотя, хотелось бы сказать, прежде всего, что сегодня очень насыщенный день на важную макро-статистику. Итак, давайте начнем с Канады. В 15.30 по Москве выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады. То есть эти новости могут значительно повлиять на торговлю именно канадским долларом в паре, конечно же, с американским. Давайте еще вспомним, что у Америки также сегодня насыщенный день. Выйдет такие макро-показатели, как объем выданных разрешений на строительство, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также индекс настроения потребителей от университета Мичигана. Мы понимаем, что все эти новости просто добавляют очень большой спекулятивный интерес на рынке. Мы прекрасно понимаем, что если индекс выходит, определенный индекс выходит выше прогноза, то валюта той стороны, по которой вышел индекс, она будет укрепляться. Если же хуже прогноза, то понятное дело, что валюта будет падать. То есть обычно эффект длится где-то первый час после публикации новости. Давайте теперь посмотрим на основе этих данных, что у нас вообще происходит на рынке. Сейчас я вам покажу свой терминал. Давайте посмотрим. Секунду. Давайте посмотрим, что он мне хочет показывать. Что он хочет? Просят меня зайти через другой браузер. Секундочку. Ага, хорошо. Сейчас я тогда выйду и зайду снова. Да, хорошо. Ждем вас. Сейчас, коллеги, одна секундочка. Это занимает. Татьяна будет с нами. Демонстрация рабочего стола. Это Google Chrome или Internet Explorer. Но все любят оперу. Но опера пока не работает у нас. Как думаете, какой был браузер у Татьяны Лейко? Какие мысли? Давайте мы пока Татьяну выключим, чтобы она перезашла потом под новым. Какой был браузер? Я ставлю на оперу. Гость Рома говорит, мазила. Александр Сыч пишет, что Internet Explorer. Internet Explorer точно нет, потому что он-то показывает. Он-то демонстрирует стол. Вот. Поэтому, скорее всего, но две версии. У меня опера. У гостя Рома Мазила. Остальные версии какие, коллеги? Кто как думает? Что еще может быть у Татьяны? Какой еще браузер может быть? Так. Татьяна, мы приветствуем вас назад. Мы заспорили, какой у вас браузер? Изначально был открытый опера. Но на опере ничего не работает. Перешла на хром. Понял, понял. Я выиграл. Я сказал, что опера, а гость Рома сказал, что мазила. Ну, значит, Рома. Гость Рома принесет вам что-то вкусненькое, как проигравший. Отличная идея. Пожалуйста, Татьяна. Да, переходим к нашему терминалу. Итак, как видно терминал? Да, видно хорошо. Супер. Итак, мы понимаем, что основными валютами, которые будут подвержены большой волатильности сегодня, это будет доллар США. Вот буквально через 30 минут начнут выходить новости. И канадский доллар. Традиционно начинаем анализировать с парой евро-доллар. Так как я все-таки приверженец Ишимоку, сначала рассмотрим общую ситуацию на рынке. Видим, что евро-доллар долгое время тестировал нижнюю границу облака, а именно линия Синькоу Спанбе, она является наиболее сильной для цены. То есть она говорит именно о долгосрочной тенденции. Ее пробой чаще всего говорит о смене тенденции, то есть что рынок разворачивается. Единственное, что Ишимоку, это трендовый индикатор. И во флете он не работает. Мы понимаем, что евро-доллар у нас замешкался, и нам нужно, главное, схватить момент, когда произойдет вот эта вот именно радикальная смена тенденций. Смотрим, что облако было пробито уже два дня назад, сейчас скажу, 15.07, да, видим, что 15.07 была эта свеча, она пробила облако, и мы понимаем, что, в принципе, вполне возможно, что пара евро-доллар входит в нисходящий тренд. Так, греческий вопрос все решается, да, но уже как бы решили, что Греции предоставят кредит, и она все-таки не выйдет из еврозоны на текущий момент. Поэтому, как бы, страсти подуспокоились, потому что я не входила, не торговала евро-долларом именно из-за того, что очень много всяких неожиданных новостей выходит, да, и всякие неожиданные решения также принимаются между правительством ЕС и Греции. Вот, поэтому, как бы, сейчас я понимаю, что все уже успокаивается, но, как бы, согласно моему прогнозу, согласно тому, что я сейчас вижу по фундаментальным факторам, евро будет снижаться по отношению к доллару. Также этому посодействовала Джанет Йеллен, которая выступила вчера и сказала, что все-таки в этом году будут повышаться ставки, то есть экономика штата все-таки стабильно развивается и идет вверх. А евро, к сожалению, сейчас не блещет своей стабильностью и своей именно стоимостью. Поэтому, в принципе, в среднесрочной перспективе мы понимаем, что евро по отношению к доллару будет снижаться. Также вот нижняя граница облака находится на отметке 1,0990. Вполне возможно, что при негативных новостях сегодня по Америке пара может скорректироваться до этого уровня. То есть, может, это произойдет не за сегодняшний день, а вот сегодня, там, в понедельник и так далее. То есть, вполне возможно, что будет откат и пара евро-доллар продолжит свое падение. Давайте перейдем на внутридневной трафик и посмотрим, что же у нас происходит именно по более мелким уровням. Также видим, что пара снижается. При росте актива, да, при пробое уровня 1,0915, ближайшим уровнем для цены будет 1,0970. При дальнейшем снижении, при пробое уровня 1,0854, вот он красненьким обозначен, ближайшие цели для цены будет 1,0816. То есть, все еще зависит от новостей сегодняшних, куда произойдет пробой, но общая тенденция, согласно моим прогнозам, она все-таки понижательная. Перейдем к доллару канадцу. Мы также знаем, что канадская экономика переживает не самые лучшие в свои времена, поэтому доллар дорожает по отношению к канадцу. Видим, что действительно тенденция уже повышательная. Это показывает и облако, и шумопо, которое окрашено в красный бычий цвет, и сигнал трехлиний, это наиболее сильный трендовый сигнал. То есть, все указывает на то, что доллар американский в паре с канадским долларом будет расти. Также мы наблюдали пробой важного уровня для данного актива 1,2825. Вот он у меня обозначен здесь красненьким, и действительно пробой был очень значительный. То есть, при дальнейшем росте для пары вот актуальной уровни 1,3050, 1,3290. Вот они у меня также отмечены. Это исторические уровни, которые вы сможете также проверить у себя на графике на своем терминале. Если перейдем на более мелкий таймфрейм, также видим, что важным уровнем является 1,3000 и 1,3055. Вот при росте они должны быть достигнуты. Переходим, собственно, к британскому фунту. Фунт борется изо всех сил. Это видно, что, в принципе, общая тенденция изначально планировала, что она будет повышательная, да, но коррекция настолько сильная, что каждый раз начинаем сомневаться, а правда ли, что фунт будет и дальше расти из-за значительной коррекции. Но все-таки, как бы, видим по облаку, что вот оно сузилось здесь, но все-таки остепенилось и продолжает быть красным. То есть все-таки фунт до последнего борется, посмотрим, что будет дальше. Но о продолжении действительно повышательной тенденции нужно, чтобы обновился наш последний локальный максимум. На дневном графике это 1,5915. Вот он находится в этой зоне. То есть все-таки ожидаем дальнейший рост актива. При падении будет послужить уровнем сопротивления, простите, уровнем поддержки отметка 1,5500. Именно на ней располагается плоский участок линии Ки-Джун, которая говорит о среднесрочной тенденции. То есть это тот лок, который, в принципе, цена на данный момент не должна преодолеть. Можем посмотреть, как это, собственно, выглядит на часовом графике. Вот наш синеньким уровнем, синей линией обозначен уровень линии Ки-Джун, которая, как я уже говорила, указывает на среднесрочную тенденцию. Вот он здесь. Мы понимаем, что при росте актива будут затронуты следующие уровни. Понятное дело, что мы будем ждать пробоя 1,5680. В случае пробоя данного уровня ближайшими будут служить 1,5730 и 1,5800. Вот эти два уровня, которые я себе отметила. То есть это что касается британца. Но, опять же, мы понимаем, что мы определяем, согласно фундаментальным факторам, фундаментальным факторам техническому анализу, определяем общую глобальную ситуацию, а дальше уже смотрим, какие показатели выходят. То есть показатели могут только сделать свою коррекцию в тот глобальный тренд, который существует. Но все-таки стоит рассматривать продажи или покупки согласно тренда, по глобальному тренду. Так безопаснее. Давайте перейдем на новый зеландец, новозеландскую валюту. Вот индикатор Eishimoku очень хорош для того, чтобы добавлять позиции по тренду, по окончанию коррекции, либо же входить в рынок, если бы еще этого не сделали. У меня был прекрасный вариант, потому что я видела, что здесь происходит такая небольшая консолидация и приближается линия ТНК, вот на этом отбое я также вот открылась. И вчера и позавчера держала позицию два дня и заработала достаточное количество своих пунктиков. Вот. Поэтому мы видим, что вот эти отбои, когда действительно цена приближается, ценовой поток приближается к линии, то чаще всего происходят отбои. И на это можно хорошо заработать. Новозеландская валюта по сравнению к американской, понятное дело, падает, потому что тоже не так хорошо дела в Новозеландии, как в Америке. И мы понимаем, что стоит все-таки рассматривать продажи при отбои от линии индикатора, либо же от других значимых уровней. Это подтверждает, нисходящую тенденцию подтверждает нам и цвет облака, и сигнал трех линий, и линия Чинко. То есть все у нас в порядке. Так что рассматривайте именно эти отбои. Хочется сказать еще пару слов о золоте. Я его сейчас очень тщательно наблюдаю, что с ним происходит. Поэтому я заметила, что нижняя граница диапазона так и не может быть пробита. Эта граница находится на отметке 11.40. То есть мы прекрасно понимаем, что в случае отбоя можно спокойно дожидаться, что цена дойдет до 12.25 отметки. В случае, если все-таки этот уровень будет пробит, а цена его тестирует еще с конца прошлого года, видим, вот это у нас конец прошлого года, то в принципе золотой актив может войти в новый боковик, в новый диапазон, который будет находиться в рамках 11.40, 10.60. Вот он отмечен. То есть сейчас именно тот момент, когда стоит следить за золотом, потому что если будет отбой, то он тоже будет сильным, если пробой, то тоже будет сильным. То есть на данный момент это как бы тот актив, где в принципе его можно наблюдать и можно заработать на нем, потому что как раз зарождается что-то новое. Вот такой у меня сегодня анализ. Ясненько. Поняла вас, Татьяна. Ну что, новозеландец, цель номер один. Думаю, сейчас мы с него, если вы нажмете на остановить демонстрацию, думаю, сейчас мы с него тогда, с новозеландца и начнем. Начнем мы его, скорее всего, продавать, я думаю. Потому что, судя по всему, так в рост пока я не увидел каких-то на сегодня движений. Смотрите, Новозеландец сейчас достаточно далеко отдалился от линии Тенкан, поэтому вполне возможна коррекция до этого плоского участка. Могу включить еще раз демонстрацию и покажу. Да, может быть, малый таймфрейм давайте посмотрим, так сказать, помельче. Хочется, я сначала скажу на дневном, потому что именно Ишимоку показывает на дневном графике свои сигналы. То есть мы видим, что после достаточного падения, что сейчас цена, ну как бы, стоимость новозеландца по отношению к американцу растет. И мы понимаем, что эта коррекция, возможно, будет до уровня 0,6630. Вот тут плоский участок. То есть именно в данный момент новозеландца бы я не продавала, потому что сейчас, возможно, коррекция. Я продаю новозеландец, когда он отобивается от линии Тенкан. Видим, вот этот момент был, вот этот момент был, да, то есть те моменты, когда действительно новозеландец отбивает. Сейчас вполне возможно, что он подрастет до линии Тенкан, отобьется и пойдет вниз. Вот так. То есть торопиться не надо, продавать надо, посмотреть на уровень 0,6630. Да, конечно. Ясненько. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна. Да, хорошего всем дня. До свидания, ребята. До свидания.